75-й павильон ВДНХ, в стенах которого вот уже несколько месяцев проходит масштабная выставка «Россия», стал площадкой для церемонии награждения лауреатов просветительской награды «Знание. Премия». Премию за достижения в просветительской деятельности вручают уже третий год, и внимание конкурсу постоянно растет. В этот раз число заявок было рекордное – 18 тысяч. Участие в торжественной церемонии принял председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Именно к истории обращаются люди в поисках ответов на самые острые и злободневные вопросы о настоящем и о будущем. И поэтому сегодня среди наших граждан очень и очень велик запрос на историческую правду. А я напомню, историческая правда – это объективное знание о прошлом, полученное научным путем. Причем не всегда это знание бывает легко доступным. И в этой связи огромная ответственность лежит на людях, которые берутся донести это знание до самой широкой аудитории. Со сцены Сергей Нарышкин объявил лауреатов в номинации «За вклад в просвещение в сфере истории», предназначенной для проектов и специалистов, которые ведут активную просветительскую деятельность, посвященную истории России, сохранению исторической памяти, а также объективному освещению исторических фактов и событий. Победителем в категории «Лучший просветитель» стал Владимир Мединский. Самую большую благодарность я хотел бы адресовать вам, дорогие телезрители, радиослушатели, подписчики и читатели рассказов из русской истории, потому что ваши комментарии, вопросы, письма, даже на бумаге получаю постоянно. Это очень вдохновляет. И я никогда не думал, что тех, кто столь хорошо разбирается, ценит нашу историю и любит ее, так много в нашей стране. Лучшим просветительским проектом в номинации стал всенародный исторический проект «Лица Победы». Проект стал самым масштабным по охвату цифровым сборником семейных историй о судьбах людей, боровшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной. Спасибо большое. Это большая награда для коллектива «Музея Победы». Мы действительно уже четвертый год сохраняем истории всего поколения. У нас истории не только из России, но и из ближайших стран. Впереди у нас большая дорога, поэтому эта премия показывает, что мы на верном пути. Награда в каждой из 19 номинаций – куб, символизирующий суть просвещения в разных областях. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова